Привет, бои и скаюты, с вами Кьюбайт. Четвертая фаза киновселенной Марвел наконец-то началась. Полтора года без проектов, теперь мы можем хотя бы каждую неделю смотреть крупицу чего-то от Марвел. Это так или иначе приятно. Любите Марвел, не любите, но с сериалом Ванда Вижн я очень советую ознакомиться. Я уже посмотрел первые две серии, посмотрел их причем онлайн вместе со зрителями. Кто успел, спасибо вам большое, было приятно. Это совсем другое ощущение смотреть с большим количеством людей сразу. То есть мы сразу вместе подмещаем какие-то детали. Очень круто и спасибо вам, те кто там был, за в том числе помощь в разборе первой серии и второй серии. Сегодня будем разбирать первую серию, что показали, какие пасхалки, сюжеты, детали, объяснения, концовки. Все это, если вы чего-то не поняли, надеюсь я в этом помогу. Мы начинаем. Освежилась заставка. Marvel Studios ее обновили после трех фаз киновселенной полноценных. Теперь началась четвертая и уже включены новые кадры из Мстителей Финал, из Войны Бесконечности. Все это теперь в заставке под в целом ту же музыку. Вся заставка осталась той же, но добавлены новые элементы. И многим показалось, что персонажи становятся черно-белыми, потому что они погибли в Мстителях Финал, например, или в другой картине. Но на самом деле это не так. Там очень многие фигуры затемняются и теряют свет. Но в целом заставка смотрится все так же бомбезно. И вот здесь обновленная заставка превращается в логотип, который соответствует фильмам, сериалам, проектам 50-х годов. Он становится, во-первых, из широкоформатного превращается в 4х3, как и раньше были телевизоры квадратные. Далее меняется звук, он становится более глухим, как будто из телевизора старого. На самом деле Marvel Studios подошли к этому проекту со всеми деталями, со всей строгостью. Они подготовились по звуку, они подготовились по картинке. Они очень красиво и в духе того времени все это сняли. Ну и, конечно, сам проект, как я уже говорил на онлайн-просмотре, он многослойен. То есть поверхностно это, конечно, ситком. Кому-то он может показаться смешным, кому-то нет. Но, естественно, шутки были сделаны в стиле того времени. Они не такие, как мы привыкли видеть шутки в фильмах сейчас. И это хорошо, потому что стиль сохраняется. Но также это триллер, это драма. И она иногда прослеживается, пробивается сквозь этот ситком. Далее мы об этом поговорим. Сама серия начинается с музыкальной заставки, в которой вкратце описывают то, чем занимались персонажи после Мстителей Финал. Правда, есть одно но. Это не реальная жизнь, а иллюзия Ванды и то, как она хотела бы провести остаток своих дней. Провести их с Виженом где-то в пригороде, спокойной жизнью, завести детей, обзавестись своим собственным домом и так далее. Но по факту в реальности все совсем не так. В начале эпизода мы видим автомобиль с табличкой «Молодожены», а также номерным знаком 0102. Это может быть отсылкой на 102 выпуск Мстителей, где персонаж Мрачный Жнец предложил Вижену сделку с возможностью вселиться в новое тело. То есть буквально получить новую жизнь. Что и происходит в событиях сериала. Кстати, начало серии напоминает ситком шоу Дика Ван Дайка. Им тоже вдохновлялись создатели сериала. Самого Дика Ван Дайка вы можете знать как одного из охранников из фильма «Ночь в музее». Эпизод начинается с летающих тарелок, которые прилетают в том числе и Вижену по голове. Вижен делает намек на способности Ванды, что она умеет управлять кухонными приборами, мы это видели отчасти в «Гражданке». А Ванда в ответ подшучивает, что голова ее мужа, она несокрушимая. Это большая ирония, потому что Вижен, который погиб, как вы помните, в «Войне бесконечности», погиб как раз таки от того, что Танос сжал его голову, раздавил, то есть она не такая уж и несокрушимая, и вытащил оттуда камень разума, который в сериале, кстати, присутствует в голове Вижена, но это, опять же, все иллюзия и все не по-настоящему. Вижен, уходя на работу после завтрака, держит в руках свежую газету. На ней заголовок «Первое слово малыша Джун», и далее газета становится нечитаемой. Но этой информации уже достаточно. Мать ребенка зовут Джун, и это может быть отсылкой на персонажа Джун Ковингтон. Это одаренная студентка, которая была подопытной в своих же собственных экспериментах и получила способности. Позже она присоединилась к одному из состава «Темных мстителей» и взяла себе псевдоним «Алая ведьма». По слухам, этот персонаж может появиться в «Соколе и Зимнем солдате», так что это может быть не просто отсылка. Чтобы достоверно показать способности Ванды в стиле ситкома в тех лет, создатели брали за основу сериал «Моя жена меня приворожила» про замужнюю ведьму. Очень много похожих сцен, мы часто будем вспоминать этот сериал еще в дальнейшем, его в первых сериях часто используют аллюзии на него. И сама Элизабет Толсон говорила, что сериал было некомфортно ей снимать, потому что впервые Marvel Studios снимали это на живой аудитории. То есть, как и в ситкомах, как в «Теории Большого Взрыва», вот совсем, если что-то недавнее брать, садится живая аудитория, люди, которые пришли посмотреть на постановку, они смотрят, как перед их глазами происходит та магия Marvel, это все еще попутно снимают на камеры, и вот этот смех, который мы слышим в серии, он живой и не подложенный где-то на монтаже. Может быть, что-то подкладывали, но в целом там сидели живые зрители, и можно было попасть и посмотреть эксклюзивно, скажем так, первый эпизод Ванды Вижн. Узоры в виде ромбов на галстуке Вижна отсылают на его классический костюм из комиксов. И, конечно, серию комиксов «Вижн» от Тома Кинга, в которой Вижн остепенился и живет со своей семьей в пригороде. Этот комикс мы часто будем упоминать в моих выпусках по этому сериалу. Это золотая коллекция Marvel, Вижн полное собрание, вот так это выглядит в твердой обложке, она вся блестит, приливается, здесь уже много персонажей, которых мы увидим тоже в сериале в том числе, например, «Пес Спарке». Офигенный комикс от Тома Кинга, который я каждому советую прочитать, потому что это отличное произведение, просто даже если вы не любите комиксы. Есть у Камильфо и кое-что более динамичное, «Мстители», «Вижн» и «Алая ведьма». Вижн делает предложение, и они с Вандой отправляются под венец. Есть, конечно, и у Камильфо совсем классика, «Люди Икс», «Братство злых мутантов» и «Мстители 57-й выпуск» «Появление Вижна 1», на него будет еще отсылка в сериале. Приобрести эти издания, а также оформить предзаказ на комикс «Мстители западного побережья» о поиске Вижна можно в магазине 28-й, со скидкой 15% по промокоду QBYTE. Также все эти комиксы можно приобрести в интернет-магазине Лабиринт, ссылка будет в описании. Реклама комиксов круто! Продолжаем дальше обсуждать сериал. Вижн вдруг вспоминает, что сегодня особая дата. Вокруг этой даты, 23 августа, строится большая шутка в этой серии, но она нам интересна, потому что это может быть отсылкой на 238-й выпуск «Мстителей». Почему 238? 23 – это дата, 8 – это август, число месяца. В этом выпуске Вижн во время своей комы вновь обрел сознание, хоть его тело осталось неподвижным. Напомню, в комиксах была та же арка с посеревшим Вижном после его смерти, как и в киновселенной Марвел. Так что персонаж обязательно переродится и появится в будущем в киновселенной Марвел. Лично я в это очень верю. В этом эпизоде состоялось первое появление персонажа Агнес в киновселенной Марвел. В комиксах это слегка другой персонаж. В сериале это дружелюбная соседка и подружка Ванды. В комиксах это Агата Харкнес, злая ведьма. Агнес – Агата Харкнес. Я думаю, понятно, из чего состоит ее псевдоним в сериале. В комиксах она очень много бед принесла Ванде и Вижну, и детям их в том числе. И она была завязана с разными злодеями, так что я уверен, в сериале она еще проявит свою злую сущность. Но в следующих сериях, возможно, и кто-то управляет, такие теории тоже есть. И я это не исключаю, возможно, появится Мефисто, Кошмар или какой-либо другой злодей, который будет манипулировать Агнес, чтобы уничтожить реальный мир и поглотить все страхом и иллюзией. Агнес рассказывает Ванде, что они с мужем отмечают годовщину 2 июня. В 1692 года 2 июня суд признал виновной пожилую женщину по имени Бриджит Бишоп. И якобы она была ведьмой. Это те самые салемские ведьмы и суды над ними. Далее реклама. Очень интригующий аспект сериала. Конкретно у этой рекламы тостеров сразу несколько трактовок. Сперва во время просмотра эпизода онлайн, я подумал, что это может быть сердцебиение Ванды на кардиомониторе. Потому что звук уж очень похож, и когда я услышал это впервые, сразу первая ассоциация была именно с этим. Но, и это звучит вполне логично, потому что фамилия начальника Вижна это хард в переводе сердца. И здесь мы слышим что-то вроде биения сердца на кардиомониторе. Все сходится. Но есть еще более веская и глубокая теория. Учитывая, что тостер произведен компанией Stark Industries, это может быть отсылкой на ракету Старка. В Мстителях Эра Альтрона близнецы рассказывали, что с ними в завал упал снаряд, на котором была написана фамилия его создателя, Старк. Завалы разбирали два дня, и все это время Ванда и Пьетро смотрели на бомбу, которая грозила вот-вот взорваться. К счастью, трагедии не произошло, и дети выжили. Важная деталь, что при включении тостер издает тот же звук, что и репульсеры Железного Человека. И это не может быть просто совпадением. Так что без сомнения, это отсылка на происхождение Ванды Максимов в киновселенной Марвел. И далее по сериалу мы будем больше собирать таких крупиц истории Ванды. На ужин к Ванди приходит начальник со своей женой. Я уже рассказывал, что конкретно эти персонажи – это камео известных сериальных актеров, которые засветились во множестве легендарных проектов. Сериальный актер Фред Меламет и актриса Дебра Джо Рапп, сыгравшая во многих известных сериалах. Например, Друзья, Анатомия страсти, Шоу 70-х, Скорая помощь и других. Также это аллюзия на похожий ужин в комиксах. Там присутствовали другие персонажи, все выглядело слегка по-другому, но я уверен, что это отсылка именно на тот момент из комикса. На этой странице описывается воспоминание Ванды и Вижена об их званом обеде с непростыми гостями. Первый гость – Роберт Фрэнк, он же Волчок. Этот персонаж уже появлялся в псевдо-киновселенной Марвел в сериале Джессика Джонс и носил каноничные для его костюма цвета – желтый и синий. Волчок умеет перемещаться на сверхскорости. Следующий персонаж – Бова Эйршир, усовершенствованная высшим эволюционером Корова. По теориям, таким же экспериментом является ракета из Стражей Галактики. Агата Харкнес уже известна тем, кто смотрел мои видео по сериалу. Пьетро Максимов и Чудо-человек тоже появляются на этом званом обеде. Ванда путает начальника с Виженом и закрывает глаза. Позже герои отшучиваются, что это своеобразное заковянское приветствие, и, возможно, это отсылка на способности Ванды и то, как она может затуманивать разум с помощью своих сил. Похожую сцену мы видели в Мстителях Эра Альтрона, она была связана с Тони Старком. Вижен отвлекает гостей, а Ванда с помощью способностей накрывает на стол. И вино, которое она выбирает для ужина – необычно. Этикетка с надписью, внимание, мой французский, Музен де Мепри, переводится дословно как Дом Презрения, но на английском это «House of my priest», то есть это прямая отсылка на «Дом М», знаменитую арку в комиксах Марвел, которая тесно связана с Аллой Ведьмой, так как фраза «No more mutants» стала ключевой в событиях серии. Есть еще один прекрасный визуальный референс в этом эпизоде, когда Ванда протягивает молоток для отбивания мяса Вижну, и он его принимает. Это та же самая сцена, по сути, с молотом Тора из «Мстителей 2». Обалденно. Самая жуткая часть эпизода – «Ужин». Я попробую его сейчас объяснить. После череды неудобных вопросов от начальника, он вдруг начинает задыхаться. Сразу понятно, что это проделки Ванды, которая имеет способности, и она может это сделать с ним, но давайте разберемся, почему она это сделала, и что вообще там происходит, потому что сцена выглядит суперзагадочно и жутко в то же время. Он начинает задыхаться, потому что он задавал вопросы о происхождении пары Ванды и Вижна. Они не могли ответить на эти вопросы, потому что они сами не знали своего происхождения, и они по факту в этой серии на ходу придумывали свою предысторию, придумывали дату своей годовщины, делали себе кольца и многое другое. То есть вот с того момента, как начинается серия, начинается и жизнь Ванды. То есть это прям вот включение ее сознания. Нам показали сценку, как они поженились и как они едут на машине, они выбрали дом, бам, дом уже куплен, бам, они туда переехали, и вот начинается сериал. То есть вот тут же. У них не было какой-то жизни до включения камеры, скажем так. Ванду вопросы о происхождении, на которые она не может ответить бесит. Она начинает душить начальника, чтобы он наконец-то замолчал. И вдруг жена начальника, пока он задыхается, начинает очень странно повторять фразу «Прекратите, прекрати, прекрати, прекрати». Это очень нагнетает. Это жут. У меня сейчас даже мурашки, потому что смотрится непривычно, особенно для ситкома. Тем более в этой стилистике начинается что-то мерзкое, скажем так. Он задыхается, все они сидят за столом и не понимают, что делать. Жена повторяет «Прекрати, прекрати, прекрати». И лично я во время просмотра для себя такую трактовку нашел. Возможно, мы понимаем, что это все иллюзия Ванды, и сейчас она находится в реальном мире, и возможно она в какой-то коме. И к ней пришли врачи, то есть лечащий врач или тот, кто за ней следит. В этом центре организации «Меч» мы до этого дойдем. И, возможно, ассистентка. И Ванда из-за тоже неудобных вопросов или какого-то вмешательства начала душить в реальной жизни врача. Это же перекосилось на ее иллюзию. То есть в иллюзии начал задыхаться начальник. И ассистентка просила Ванду прекратить это, чтобы она не убила просто этого врача. То же самое происходит и в серии. Но это смотрится очень жутко, и она обращается, жена вроде как, к своему мужу, хотя он не виноват, он просто поперкнулся, но она смотрит куда-то вдаль и просто повторяет одну и ту же фразу. Именно об этой многослойности сериала я и говорил в начале этого ролика. То есть первая серия, она может быть не сильно могла понравиться поклонникам киновселенной Марвел, не всем точно, потому что не все любят ситкомы, это нормально. Но интересность этого сериала в том, что мы видим ситком, в котором заложена чуть более такая глубокая поджанровая система, то есть там еще и триллер, и драма, и комедия, и все это вместе. И потихоньку это начинает вырываться сквозь обертку этого ситкома, и обертка постоянно будет меняться, то есть мы видим сначала 50-е годы в первой серии, во второй серии 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, 2000-е и так далее, десятые точнее. Вот, все это будет по нарастающей идти, обертка будет меняться, и потихоньку реальность, и вот этот кошмар Ванды, он будет вырываться наружу, после чего, конечно, появится Доктор Стрэндж, и это все перетечет в другой фильм, Доктор Стрэндж, мультивселенная безумия. Финал эпизода и переход в реальность отсылает на концовку сериала «Я люблю Люси», о котором часто говорили создатели проекта, упоминая источники вдохновения. В финальных титрах, конкретно не всего сериала, а сериала внутри сериала, это прям начало от Нолана, есть упоминание персонажа Эйба Брауна. Это одноклассник Питера Паркера, который пережил щучок Таноса, и сейчас стал значительно старше самого Питера. Неясно, как он может быть причастен к этой иллюзии Ванды, и вообще причастен ли он, может быть это просто пасхалка, а может быть упоминание какого-то реального человека, которого я просто не распознал, но забавно, что такой персонаж есть в киновселенной Марвел. Когда камера переключает нас в реальность, мы видим логотип организации «Меч», наследник всем известного щита, который следит за вторжениями извне на землю. Правда, в киновселенной Марвел аббревиатура расшифровывается слегка иначе. Подразделение реагирования по наблюдению за разумным оружием. Мы помним, что в гражданской войне после не очень удачного инцидента Ванду объявили преступницей и посчитали ее как раз таки живым оружием, и это нужно было прекратить, появился Заковианский договор и так далее, вы знаете развитие событий, то есть по факту Ванда является действительно живым оружием, ее способности иногда неконтролируемы, что мы видим в этом сериале, то есть она находится возможно в коме, в каком-то состоянии бессознательном, но голова ее еще работает, сознание работает, она там уже построила иллюзию, но со временем эта иллюзия будет выходить за рамки ее тела и выходить в реальный мир, что конечно опасно для жизни обычных жителей. Заметны в этом кадре и женские руки, которые все это время следили за Вандой, за ее состоянием записывали в блокнот эти руки, что-то записывали на диктофон или чем-то управляли, и возможно эти руки принадлежат персонажу Дарси, которая появлялась в фильмах о Торе, напомню, она помогала Джейн Фостер выяснять, что это за аномалии происходит, в итоге это оказался Тор, который прибыл из Асгарда в Мидгард, напомню, что в первом Торе Щит приехал и забрал все наблюдения себе, потому что они изучали Тора и они рассекретили, что это был Тор, короче это опасно для жителей, Щит это все прибрал к себе, но теперь спустя долгое время возможно другая организация МЕЧ пригласила к себе на работу персонажа Дарси, она теперь работает на них, и так как она косвенно знакома уже с супергероями, она возможно слышала о Ванде, она сейчас занимается ее наблюдением и изучает ее способности. На этом разбор первой серии закончен, совсем скоро я сделаю разбор второй серии, она более интригующая и там больше вот каких-то странных моментов, но первая серия мне понравилась своей вот этой ситкомной составляющей, своей уютной такой милой атмосферой, но конечно пугающие моменты они заставляют тебя напрячься, вот это состояние, они классно балансируют между несколькими жанрами, я имею ввиду Marvel Studios, это дико понравилось, то есть я не ожидал, я хоть знал о чем будет сериал и что там примерно будет, но не ожидал как это будет подано, мне это понравилось. Пишите, что вы думаете о сериале, может быть вы что-то еще дополнительно нашли, пишите обязательно в комментариях, поддерживайте лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые эпизоды, мини-реакции, вместе со мной посмотреть третий эпизод на следующей неделе, короче много всего еще ждет нас, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok